Я знаю, и вы знаете, что мы живем во время, когда ни в чем нельзя быть уверенным. Но не позволяйте неуверенности привести вас к ложным новостям, ложному Евангелию или ложным проповедникам. Фейковые новости. Слышали о таких? Сейчас это слово у всех на слуху. Такие новости могут превратиться в глобальную катастрофу. Это напрямую связано с популярностью соцсетей. Я слышал, что 77% взрослых людей в Америке узнают новости из соцсетей. Но главная трагедия в том, что эти ложные, фейковые новости сейчас проповедуют во многих церквях Америки. Я не имею в виду политические, социальные или военные новости. Я имею в виду благую весть Евангелия, истину Божьего Слова. Новость Евангелия была фальсифицирована многими церквями. Во многих евангельских церквях сейчас насмехаются над наследием Божьего Слова, заменяя его популярными посланиями. Мой друг доктор Эдриан Роджерс, как ты сказал, «Лучше, чтобы тебя ненавидели за правду, чем любили за ложь. Лучше стоять самому за истину, чем ошибаться с толпой». Самое время сказать на это «Аминь». Именно об этом Петр говорит нам сегодня. В третьей части послания никогда не поздно. Это слова из второго послания, и послание это забытое. Мало кто проповедует о нем или цитирует его. А я хочу, чтобы вы сегодня открыли вместе со мной это весьма забытое второе послание Петра. Мы рассмотрим первую главу, отрывок с 12 по 21 стих. Апостол начал ощущать, что для него наступает время оставить эту жизнь. Он делится главным бременем своего сердца. И это бремя не касалось финансового благосостояния Церкви Иисуса Христа не касалось принятия Церкви в обществе. Он не хотел, чтобы члены Церкви стали популярными или накопили богатство под давлением мирского гуманизма, или чтобы они были счастливы. Он желал, чтобы Церковь Иисуса Христа и ее члены вооружились истиной, чтобы члены Церкви не впадали в заблуждение ложных Евангелий, ложных новостей, и чтобы члены Церкви не стали жертвами ложных истолкований Библии, чтобы члены Церкви не верили в популярную ложь. И вот с 12 по 15 стих Петр говорит, что пока он дышит, пока он живет в теле, которое он называет шатром, он не устанет провозглашать истину, ему не надоест повторять ее снова и снова. Почему же так? Да потому что, будучи евреем, знавшим Ветхий Завет, он понимал, насколько короткая память у его народа. В 12 стихе он говорит, «Я никогда не перестану напоминать вам об истине». Далее 13 стих, «Пока я в этой палатке», говорит он. Библия и апостол Павел говорят нам о палатке. Иисус сказал, что нас ждет обитель на небе. Мы думаем, что это будет дворец, но Библия сравнивает это тело с палаткой, потому что палатку когда-нибудь сложат. Все мы однажды сложимся, но Иисус приготовил для своих детей духовное тело. И в сравнении с нашей палаткой это тело — настоящий дворец, потому что это тело без ограничений. Он говорит, «Пока я в этой палатке, я буду встряхивать вас». Итак, 14 и 15 стихи. Он знает, что его время подходит к концу. Возлюбленные. Всех нас ждет то же самое. Мы можем думать, что оно не настанет, но оно придет ко всем нам. Когда мы избавимся от этого тела, этой палатки, когда наша палатка сложится, а душа облечется, как написано в первом послании к Коринфянам 15 главе, Павел говорит, чтобы мы облеклись в духовное тело, которое похоже на тело Иисуса после воскресения. Пусть каждый из вас задаст вопрос, «Что я скажу в тот день, когда встречусь лицом к лицу с ним?» Пусть этот вопрос преследует вас постоянно. Пусть он не покидает ваш разум и ваши мысли. Кто-то, кто смотрит нас на другом конце света или сидит здесь, должен задать себе вопрос, «Где я буду проводить вечность?» «Где я буду проводить вечность?» Услышу ли я от Иисуса, «Хорошо, добрый и верный раб!» Или же услышу, «Что ты наделал?» И вот с 16 по 21 стих Петр объясняет, почему он с таким терпением вновь и вновь повторяет истину Евангелия. Он раскрывает его без компромиссов, без разбавления, без попыток сделать его популярным у масс, без принятия извращенной культуры, без обмена истины на популярность. Нет, в 16 стихе он говорит ясно, «Когда мы говорили вам о силе и пришествии нашего Господа Иисуса Христа, мы следовали неискусно сочиненным сказкам». Сегодня во многих евангельских церквях, не где-то в мире, а в церквях, популярно говорить, что вы не обязаны верить в непорочное зачатие, не обязаны верить в ноя и потоп, не обязаны верить в то, что Иона был во чреве кита, и вы не обязаны верить в то и в это. Они выбирают, что им нравится, как шестилетний мальчик. Почему Иисус сравнивал свою смерть с тем, как Иона был во чреве кита три дня и три ночи? Он сказал, как Иона. Почему Он сказал, что последние дни будет как водненое, когда люди женились и вступали в брак, живя себе в удовольствие? Почему Он поступал так? Вот истина, которую вы должны знать. Петр сказал, что мы очевидцы этих истин. Вы спрашивали себя, почему же Петр поднимает этот вопрос? По какой причине? Почему он поднимает этот вопрос? Да потому что в его время, впрочем, как и в наше, были лжепроповедники, проповедующие ложные новости. Кроме того, история говорит нам, что когда Петра собирались распять, он попросил, чтобы его не распинали так же, как его Господа. Распяли вверх ногами. Послушайте, никто не пойдет на распятие вверх ногами ради сказки или вымысла, ради фейковых новостей. В других религиях множество таких сказок. Я знаю, потому что читал об этом в их книгах. Но есть сотни, если не тысячи людей, которые сами видели и встречались с воскресшим Иисусом. Его воскресение не было тайным. Однажды Он явился пятистам человеком. Сказки — это удел других религий. Сам Иисус сказал, «Я ничего не делал втайне». Выслушайте меня. Вот как сатана работает сегодня в церквях. Он приносит сомнения в истине. Фактически, он говорит, «Ваша истина — это ложь». А когда вы начинаете думать, что истина — это ложь, мы видим это прямо сейчас. Мы видим это своими глазами. Со временем люди впадают в замешательство от этого. А когда они в замешательстве, то поднимают руки и говорят, «Мы больше не знаем, что такое истина». Петр говорит, «Послушайте меня, потому что я никогда не забуду, как он посмотрел на меня и сказал, «Петр, паси овец моих». А вот почему я кормлю вас силой Божьего Слова. Я не даю вам корм для кошек или собак, которые дают лжеучителя. Я не даю вам ложных новостей, которые уводят с пути. Я не перестану предупреждать вас, молиться за вас и наставлять вас потому, что обещал ему кормить вас непогрешимым Словом Божиим». Только посмотрите на 19 стих. Петр обращается к нам и каждому, кто готов слушать. Слово Божие — это свет, свет истины, поэтому не следуйте ложным новостям. Они лишь приведут вас во тьму, ведь Его Слово — это свет. Оно несет свет Христов в ваши сердца и души. Вот почему Петр предупреждает нас, чтобы мы не угошали огонь Слова Божьего и не ели червей. Он предупреждает, чтобы мы не ели духовных червей, которые только вредят нашему сердцу и разуму. Вместо этого он говорит, что когда Дух Святой видит в нас настоящее желание принять свет Христов и Слово Божие внутрь, вот тогда Дух Святой приходит к нам в своей силе. Он приходит как увеличительное стекло, которое фокусирует свет Слова Божьего и освещает наше сердце. Но не стоит забывать и про обратную сторону. Послушайте меня внимательно. Многие притыкаются из-за этого. Если вы один из избранников Божьих, вы спасены, но живете в неповиновении, осознанно живете во тьме аморальности, вот тогда Святой Дух Божий уходит в угол и начинает скорбеть. Как вы думаете, почему апостол Павел сказал, «Не огорчайте Духа Святого». Свет Христа и Слова Божьего будет освящать вашу жизнь позвольте Духу Божьему взять слова, которые Он дал вам и явить их в вашем сердце. Только тогда вы сможете ясно видеть и различать разницу между настоящими новостями, радостной вестью и ложными новостями, между истиной и заблуждением. Свет откроет всякую ложь, которая пытается проникнуть в евангельские церкви. это ложь, которая говорит, что Иисус один из путей, а не единственный путь. Или ложь, которая говорит, что Иисус это лишь основатель очередной религии, каких много. Или ложь, которая говорит, что мы должны не только принимать людей, но и одобрять тихо-моральный образ жизни. Или ложь, которая говорит, что быть христианином значит принимать греховность и извращение. Эта ложь говорит, что любовь призывает нас не осуждать грех, будь то грех в нашей жизни, или грех в жизнях других, или ложь, которая призывает нас включать в число членов церкви тех, кто отвергает истину Библии, проявляя тем самым милосердие к ним. Это не милосердие, это жестокость. Этот список можно продолжать. Я скажу вам то, что вы и так знаете. Ложь существовала всегда. С того момента, как змей соврал Еве, ложь была рядом. Но я хочу сказать, что она достигла невероятных масштабов. Это эпидемия. Дошло до того, что истина звучит более странно, чем вымысел. Петру так понравилось на горе Преображения, что он захотел навсегда остаться там. Я понимаю его. Иногда, когда мы переживаем славу Христа, нам не хочется спускаться в долину и заниматься житейскими проблемами. Он сказал, давай построим кущу, тебе и Моисею, давай останемся здесь. Вот почему он говорит, мы своими глазами видели, пережили, лично величие Господа Иисуса. И напоследок, давайте посмотрим 20 и 21 стихи. Он говорит нам, что мы можем доверять Слову Божьему, потому что оно пришло от Бога. Ложное учение о том, что одна часть была актуальна два столетия назад, но не сейчас. вот эту часть берем, а эту нет. Это было тогда, вот это будет сейчас. Петр полностью разрушает все эти заявления. 20 и 21 стихи. Вы можете доверять Слову Божьему. Независимо от того, кто ставит под сомнение его аутентичность. Он говорит, что слова в Писании написаны людьми. Но Святой Дух Божий редактировал их мысли и слова. Эти 40 авторов писали Слово Божие на протяжении полутора тысяч лет, но все они говорят об одной истории. Почему? Потому что Святой Дух Божий направлял их мысли и руки. Не сомневайтесь. Прошу вас, не сомневайтесь. Я так благодарен, что Он сохранил свое удивительное слово. Прошу вас, прославьте Бога. Множество деспотов и врагов хотели уничтожить Слово Божие, но Он сохранил его для нас. Мы должны быть благодарны за это. Обратите внимание на слово «всё». Вы можете сказать «всё»? Он говорит «всё» Писание. было написано под водительством Духа Святого. Никакие это части, что вам нравится и что не нравится, нет. Всё Писание. Он говорит, что оно всё полезно для научения, наставления, исправления и праведности. Всё Писание. Давайте скажем ещё раз. Всё Писание. Я расскажу вам одну историю в завершении. Это реальная история о церкви каких тысячи. По крайней мере, я знаю десятки таких. Много лет назад они смело, в истине провозглашали Евангелие, но не сегодня. Это была одна из таких церквей, где пастор проповедовал всю премудрость Божию, всё Слово Божие. Он верил в целостность Слова Божьего и подлинность авторства. Духа Святого в написании Слова Божьего. Когда он умер, церковь призвала одного из современных пастырей, который сомневался в некоторых частях Писания. Он сомневался в историчности потопа, сомневался в историчности Ионы, сомневался в историчности непорочного рождения, несмотря на то, что божественность Христа зависела от Него. И после двух лет проповеди сомнения этому собранию. Многие начали плакать о том, что случилось с их любимой церковью. Он узнал, что один из давних членов церкви был смертельно болен. И тогда он решил посетить его. Этот человек служил в Совете Церкви. Он любил Слово Божие, доверял ему все эти годы. И вот пастор сказал ему, «Я знаю, что вы любите Слово Божие. Вы бы хотели, чтобы я почитал вам из Библии?» А тот ответил, «Да, пожалуйста». Пастор сказал, «Я не взял свою Библию, с собою. Можно взять вашу?» Этот человек с радостью взял свою Библию и дал ему. Когда пастор открыл эту Библию, то увидел, что многие страницы были вырваны, кое-где не хватало целых глав. Некоторые стихи были аккуратно вырезаны ножницами или лезвиями. Там не было ни единого цельного куска Писания. Сначала пастор не хотел ничего говорить, но потом он сказал, «У вас есть какая-то Библия получше?» Тут все порезано. А умирающий мужчина ответил, «Когда вы пришли в нашу церковь, я верил во всю книгу, но когда вы начали говорить нам о том, что некоторые части не были правдивыми, я начал удалять их. Когда вы начали рассказывать о том, что некоторые истории, сказки, вымыслы, я начал вырывать их из книги. Мне кажется, что если бы я пробыл на ваших проповедях еще год, то у меня не осталось бы ничего от Библии, кроме обложки. Возлюбленные мои, мы с вами знаем, что живем во время огромной неопределенности. Мы живем во время неопределенности. Но не позволяйте этой неопределенности заставить вас следовать ложным новостям, ложному Евангелию или ложным проповедникам. Программа «Указывая путь» выходит в эфир благодаря финансовой поддержке наших партнеров. Продолжение следует... Продолжение следует...